Больше 100 тысяч в рублях за установку оборудования, подведение коммуникаций и проектирование газопровода. Этот минимум за подключение газа в Бобровке заплатили многие, в том числе пенсионерка Людмила Колесникова. Но и она, и односельчане годами продолжают топить дома углем и отдавать круглые суммы за подогрев горячей воды бойлером. У меня муж еще живой был, и мы, он говорит, торопись, сделай, а то одна не сделаешь на свою пенсию. Ну и торопились, а вот два года назад он умер у меня. А газа до сих пор нет. Пенсионерка все ждет. Хотя контракт на строительство газопровода был подписан еще в 2017 году. Подрядчик, по его словам, все выполнил. А заказчик строительства, администрация Первомайского района, результаты проверил, работы принял, даже заплатил за них. Подписал почти все бумаги, обводил в эксплуатацию, но не до конца. Хотя сам же попросил прислать на подписание самый главный документ. КС-11 это акт законченного строительства объекта. Работы были выполнены, акты были подписаны, деньги были выплачены полностью за проект. Ну, это было логично на самом деле. С той стороны мы отправили данный акт на подписание, и до сих пор он не подписан. Без мотивации. Представители подрядчика боятся. Возможно, акты не подписывают, потому что пока юридически работа не закончена, за коммуникацию отвечает именно исполнитель. И сейчас как раз он должен ликвидировать 233 технических нарушения. Но у исполнителя еще один вопрос к администрации района. Зачем винить в плохой работе после того, как деньги за нее выплачены? Ведь администрация винит в проведлении именно подрядчика. Естественно, в первую очередь виноват застройщик, виноват подрядчик Томск, госпецмонтаж. У нас на сегодняшний день акт ввода объекта в эксплуатацию не подписан, КС-11. Мы пошли в суд о взыскании определенной суммы денежных средств подрядчика. И все это с уже подписанными в 2018 году документами. Юридический газопровод в Бобровке уже давно исправен. Газ пускай хоть завтра. Просто работает он только на бумаге. Это жителей и раздражает. Местная власть, я высказываю свое мнение, а не чье-то. Господин Иванов, господин Николин, это бездельники, словоблуды. То есть я их слушал, да, говорили много, красиво, ничего не выполнили из своих слов. Только одни слова. Я никогда не думала, что мне придется узнать, что такое сиделки, что такие мухты, как они варятся, какое давление должно быть в системе. То есть, ну, учитывая те проблемы, которые были выявлены, соответственно, пришлось это изучить. То есть результат того, что мы сегодня с вами общаемся, вернее причина, это отсутствие адекватного, грамотного контроля, как в период строительства, так и, соответственно, в период уже сдачи в эксплуатацию. Интересно, что как только мы отъехали от администрации района, ее представители тут же захотели пообщаться и с жителями, и с подрядчиком. На какие темы говорили, не знаем. Кстати, и сам исполнитель, и администрация района пообещали, что объект будет сдан уже через несколько дней. Видимо, когда устранят две сотни замечаний. Но скоро ли газ пойдет по трубам? Вопрос. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком.